всем ребят привет сегодня у меня очередной выпуск выезжал вот именно на этот коп дважды раз выехал проехал километров 10 дождь хлынул домой приехал снова созваниваюсь с дмитрием и все таки решили дождик немного моросит и мы сегодня сообразили на двоих коп поедем на место где раньше в свое время была деревня ну в принципе если вы следите за каналом то увидели одно из видео это где я шурфил дом гробовщика вот доехали мы до места до переправы сейчас мы поедем по грязюки дмитрий немножко суетиться вот он в раздумье ехать на своей машине или же нет ну впереди у нас грязюка вот и он сейчас вот планы строит как что и где проехать но я ему предлагаю ехать на своей но начка очкует оставить свою машину в глуши машину него в принципе хорошая дорогая кет но что-то он побаивается ехать по этой грязюки но я уверен него это проедет между прочим грязюка которую была в прошлом видео здесь у нас рыбаки рыбачит вот и мы сейчас будем переправляться и ехать туда в глушь в глушь в глушь дождик моросит такой знаете грибной затянуло все небо вот ну для нас это не помеха как говорится в дождик и в зной нам не проливной в общем как поется в песенке ну все вступление сделала стал осталось за малым проехать грязь и полями ехать 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 и в конечном итоге приедет но дмитрий повторюсь один из моих хороших друзей подписчиков с ним познакомились сегодня сообразили на второй коп совместный чуть ранее наверное я покажу мы выезжали где поднял большой женский перстень серебряный с камнем хорошая такая вот зачетная находка так что рекомендую посмотреть ну и все сейчас выдвигаемся едем так что посмотрим как у нас сегодня задастся коп или нет не так ребят с димоном мы зашурфились моем старом шурфе находки в принципе есть дмитрий у нас поднял две монетки советские пятачок 30 и двадцатку щитовичок а еще троячок понял то есть он уже у нас чемпион 3 монеты поднял у меня тоже три находки но к сожалению 2 ой одна из них монета это у нас пятачок вот я не снимал потому что у нас идет дождик неохота камеру мочить пятачок двадцать шестого года в принципе такой более-менее сохранчик не знаю по не смотрел поднял вот такой вот еще ранний а значок пионерский зачетный знаете ли вы кто такие юные пионеры ну а сейчас немного полезной информации первый пионерский значок принят в 1922 году действовал в таком неокрашенном виде до 1923 года символика знака на фоне красного знамени победившая революцию символ нового советского государства серб и молния пионерский костер из пяти поленьев и трех языков пламени символ нерушимости дружбы пролетарских детей во всем мире пять бревен пять континентов второй пионерский значок утвержден в 1922 году главное отличие от первого покрытие фона значка красного знамени алым лаком третий пионерский значок зажим принят решением цикаго ксм в начале 1930 году и действовал до 1942 года вышел из употребления по двум причинам первое связи с началом великой отечественной войны стране был нужен весь металл для военных нужд и второе и в 1939 году отказались носить зажим и галстук так как по мнению одного из них в пламени костра и в силуэтах бревна были явно видны буквы т и з троцкий и зиновьев а в рисунке ткани пионерского галстука угадывался силуэт фашистской свастики в конце двадцатых начало тридцатых годов наряду с зажимом ряд регионов выпустил и свой значок эти значки лучше отражали политическую и национальную принадлежность организации юных пионеров буква ю п на значке означает юный пионер а форма копирующая значок ким коммунистический интернациональной молодежи четвертый пионерский значок утвержден в 1942 году символика значка красноармейская звезда символ единения с красной армии и одновременно звезда тимура главного героя произведения гайдара тимур и его команда данный значок просуществовал до 1945 года пятый пионерский значок учрежден в 1944 году главное отличие от всех предыдущих новая компоновка символов 1942 году зажимы перестали выпускать и 1945 году появился настоящий пионерский значок 6 пионерский значок учрежден в 1952 году в пионере введен в 1942 главное отличие от всех предыдущих три степени первая степень для пионеров 3 4 класса 2 степень для пионеров 5 6 класса и 7 пионерский значок он же последний учрежден в 1967 году главный отличие от всех предыдущих вместо серпа и молка появился изображение ленина с надписью всегда готов вот такая история данного значка надеюсь вам понравилась такая информация а сейчас возвращаемся на куб и вот такая вот зачетная вещица блин я раньше никогда не видел ее таких вот советский союз и лыжник классная такая и самое главное смотрите в сзади имеется у нас еще закручивать такая все в бодром таком состоянии все целое откручивать я не буду пусть как есть и здесь надпись монетный двор вот такая вот штучка классная очень классная видно цельная медная рассолки с луне и пошел ладно долго не будут зависать дождь просто хлещет так что сегодня экстремальных ситуациях работаем получаем удовольствие будем сырые насквозь но с находками я так думаю мы будем и так ребят дождь продолжается жутко тем что он и не планирует заканчиваться ну мы силу в кулак волю и продолжаем копать находка за находкой уезжать принципе не охота поднял я уже вот такое количество находок вот он ряд находок ну в принципе за короткой промежуток времени но дождь просто прогоняет нас ладно надеюсь на этом видео не заканчивая приключение наверное еще ждут потому что дождь идет дороги сейчас размякнуть вообще жуть так ребят едем мы домой и первого преграда и диман застрял тё дима тросик наверное да то есть это лучшее место которое где можно вообще выехать домой на трассу то есть не вперед не назад а мощь есть и навыки есть значит все нормально а а а а а Продолжение следует... Итак, ребят, привет! Сегодня, как говорится, приехали на то же место, где были вчера. Как будто вчерашнего дня и не было. Все, мы приехали, помучились по дорожке. Вчера был дождь, как вы знаете, все жуть, грязь, вы все сами видели. Приехали на место, а на нашем месте вот такое чудо. Все наши кусты заполонили коровки. Сейчас, наверное, этих коров будем шугать, а потом уже и начинать шурфить. Какие-то они злые, бычки, на нас смотрят так злобно. Как будто мы их приехали прогонять с их, блин, стойбище. Ну, сейчас немножко поразгоним. Я думаю, находки сегодня будут шикарные, и вы все сами будете видеть. Ну, все, продолжаем. Итак, у нас получился вот такой вот шурфик. Здесь я уже, как вы видите, засыпаю за собой и двигаюсь в центр. В принципе, находки есть, но не особо такие интересные. Монетки, ничего более. Вот, поднял четыре монеты. Ничего интересного. У Димана тоже. Сколько, Димана, у тебя? Димана тоже две находки. И решил показать вот такую находку. Серебряная серьга. Интересно, что, что вот этот вот крепеж самой серьги на месте. Обычно они либо отломаны, либо расстегнуты. И это же у нас в застегнутом виде. Точно не знаю, но вроде как, бывало, подымало я такие, была проба серебра. Ну, они аналогичные. Ну, металл какой-то, знаете, легкий. Кто знает, подскажите, может быть, это обычная алюмишка или что-то в этом роде. Ну, мне кажется, серебро. Ну, вот так вот у нас. Пока вот так вот. Хожу я с Аськой, а Диман с теркой 705. Фух, душно. Дождик небольшой прошел. И душно разделись, разганишались. Ну, ладно, продолжаем. Итак, ребят, находка. Снимаю из-за того, что они не часто у меня попадаются. Да практически не раз еще не попадались. Война у нас не было. Так что вот такая вот звезда зачетная. Эмаль проглядывается. Крепежа, к сожалению, нет. Ну, зачетно. Как вы видели, здесь значки советского времени. Вот звезда. Блин, здесь какой-то воин-патриот был. Ну, ладно, продолжаем. Итак, ребята, у нас ветерок поднялся. Довольно-таки такой серьезный. Все находки показывать не буду. Как выкапываю. Одна из находок вот такая вот пятнашечка. Щитовичок. 1932 года. В принципе, бодренькая, зачетная. Шурф практически выдохся. Как вы видите, у нас ветер очень сильный, очень сильный. Не знаю, как будет. Я что-то приболел. Буду показывать находки пачками. Решили туда уходить, потому что все находки были в этом эпицентре. По бокам все пусто. Это значит, у нас где-то был вход здесь. И мы решили немножко туда продлиться. И находки пошли. Поднимал я еще несколько монет. Это у меня трешечка. 56-го года. И копеечка. 31-го года. Все я бросаю в баночку, чтобы они были влажные. Здесь прям какой-то в свое время, наверное, был. Биатлонист. А почему биатлонист? Чуть позже. Вам скажу. Вот такие гильзы. Очень много гильз. Особенно от мелкашки. Ладно. Будем смотреть, что у нас дальше выйдет. И так, ребята, находка решила все-таки снять. Как-никак, это первая двадцатка сегодня. 1941-го года. Начало великое. Вот такая вот. 20 копеек. Рамочник. Ладно. Продолжаем. Сейчас будем, наверное, шурф менять. Уже потому, что заканчиваем. За собой прибираем. Ладно. Продолжаем. Итак, ребята, все. Мы закончили с этим шурфом. Немного здесь облагородили. Как вы видите, после себя мы стараемся более-менее присыпать. Ну, чтобы не присыпать слишком много, нужно немножко правильно шурфить. Если кому интересно, скоро, в будущем, я смонтирую видеоролик по урокам шурфа. Так что, чтобы не лопатить слишком много, а чуть-чуть присыпать. Прошу добро пожаловать на следующее видео. Где буду рассказывать и показывать, как правильно шурфить. Ну, ладно. Сейчас перейдем на новое место. Посмотрим, что у нас там как будет. Итак, ребят, сместились мы от того шурфа. Буквально чуть-чуть. В общем, расковыряли небольшой участок. Поднял я монетку вот такую советскую. И мы на нем остановились. Затем рукоять от самовара была. Затем всякий аж мурдяк непонятного характера. И был такой, знаете, сигнальчик. Выпал вот такой зеленый. Я думал, медь. Думал, что-то царское. Но выпала вот такая вот монета. Судя по размеру, это двадцатка. А проглядывается... Так, проглядывается у нас советский герб. На гербе очень много венков. Это означает одно. Ли же это у нас двадцатка. А именно где-то периода, наверное, с тридцатых до шестидесятых. Грубо говоря, двадцатка, рамочник. Ну, время покажет. Бросаем на замочку. И в конце копа будет видно. А так, продолжаем. Ну, так, ребят, Диман убежал с этого шурфа на старый. Хочет продолжить куда-то в сторону. Не знаю. У меня находка. И снова это у нас, судя по всему, двадцатка. Почистил я ее, и видно вот такой вот герб советский с СССР. Здесь, конечно, ничего не видно. Ну, судя по всему, по размеру, это у нас очередная двадцатка подряд. Вот такая вот штукенция у нас. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, находка. Находку уже видится, наверное. Смотрите, вот такая вот зелень. И вот так вот у нас с монетами происходит. Что вы думаете, через десяток лет, что с ними останется? Да ничего с ними не останется. Сейчас вот если пополам взять, она надломится. Но я этого делать не буду. Судя по всему, это советская монета. Представляете, советская. А царские уже давно могут раньше этих монет развалиться. Хотя там медь, а здесь сплавы. Вот такая вот монета, почти конченная. Гурт, смотрите, уже расслаивается. Вот так вот, если наши археологи не поторопятся, им ничего не останется. Ладно, продолжаем. Итак, ребят, сделаю я себе вот такие вот ступенечки, как говорится, в подземелье. Вот здесь приятная засыпка пошла. Обувка, стекло. Стекло вот такого характера. Всякая узорная, керамика. И самое главное, вот такие вот кости. Кости это хорошо. Вот такие вот. Обувка. Тоже хорошо. И значит, я копаю именно там, где надо. Я хочу вот что вам показать и спросить вас, что происходит. Почему находки здесь практически все имеют вот такой характер? Я не показывал до этого. Еще три монеты поднял. Но тоже убитые. Вот смотрите, видите, что происходит. Неужели такая земля здесь, почва? И это у нас, судя по всему, размеру теперь уже не важно. Вот у нас был пятак. Что происходит? Непонятно. Кто, если знает, отпишитесь. Буду признателен. Итак, ребята, хочу вам показать находку. О, но она найдена не металлоискателем, а глазами. Смотрите, что это такое? Похоже на какое-то стекло или слюда, или что-то такое. Изначально она была вот такой вот круглой формы. Природной такой формы. Круглая. А это, походу, со временем откалывалось, или что-то в этом роде. Интересно, что это такое? Специалисты по камням есть у нас? Прошу отписаться. Вот такой вот зачетный, смотрите. Прозрачный. Красивый. Есть специалисты? А прошу отписаться. Очень такой приятный цвет. Ну и камушка вполне такой, смотрите. Весомый. И приличного размера. Все, мне очень любопытно. Так что прошу отписаться в комментариях. Заберу его с собой на всякий случай. А вдруг он какой-нибудь ценный, драгоценный камень. Как в свое время делали ювелиры из таких камней. Может оно и есть. Ну ладно. Получается, у меня вот такой вот лаз. Ступеньки здесь для удобства сделал. Чтобы не прыгать на коленках. И по ступенечкам. И оттуда вылетают у меня советские монеты. И я их не показываю, потому что неинтересно. Вот. Так что в конце копа покажу все свои находки. Ну а пока. Пока продолжаем. Итак, ребят. На этом будем заканчивать свой коп. Обзором находок. Приступаем. По находкам. Начну я с находки Дмитрия. В принципе, неплохо у него. А терка 705. Копейчик у него, к сожалению, сегодня нету. Два червонца. Двушки. Две двадцатки. Причем один щитовичок, а другой рамочник. Так. Пять трешек. Один пятак. По шмурдику у него вот такой вот. Такая вот бутылочка интересная. Затем вот такая петлица танкиста. Вот такой вот кулончик. Довольно-таки интересный. И две пуговки. С якорем и с изыгздой. А по моим находкам. Вот так вот. С ночной. С шмурдика. Вот такую вот штуку нашел. Цветную. Это у нас от самовара. Между прочим, вот такой вот шняги мы сегодня с Диманом наковыряли. Ой, даже не представляете. Взял я для образца. Наверное, жилец этого дома был какой-то, я не знаю, биатлонист. Так как я нашел вот такой вот еще знак. Зачетный. Смотрел я в интернете. Достаточно дорогая вещица. И довольно-таки редкая. В очень неплохом таком состоянии. Так. Дальше. Шмурдяк у нас. Вот такой вот колесик от керосинки. Серебряная сережка. Звезда. Солдата. Так что действительно, возможно, был этот биатлонист советской армии. Три пуговки со звездой и одна с якорем. Ранний вот такой вот значок пионерский. И затем вот такая вот интересная штука. Кто знает, подскажите. Я вообще не представляю. Это как пояс у шотландцев был. В общем, как носили шотландцы. Похоже. Хотел бы от вас услышать, что это такое. Может заколка. Хотя вряд ли. По монетам. Получилось пять пятачков. Трешек у меня получилось четыре. Четыре двадцатки. Четыре пятнашки. Четыре двушки. Два червонца. И семь копеечек. Вот такой вот сегодня у нас урожай получился с Дмитрием. В принципе, я считаю неплохо. Жалко, что царей нету. Но все же. Сегодняшняя вот самая интересная находка. Повторюсь, вот такая вот. Хотел бы узнать, что это такое. Ну и все. На этом мы и закончим сегодняшний видеокоп. Вот такими интересными находками. И таким большим количеством. Ну ладно. Сейчас прощаться. Итак, ребят. На этом я буду заканчивать свой сегодняшний видеовыход. В принципе, покопали мы неплохо. Находок подняли предостаточно. В основном сегодня были одни советы. Ничего такого серьезного не было. Единственное, что мне понравилось сегодня, это я поднял вот такой вот камень. Если видите. Вот от такого вот он цвета. Вообще зачетный камень. Изначально он был такой, знаете, круглый, как яйцо. Но то ли со временем ювелир обкалывал его и вставлял в колечки. То ли как-то со временем он сам раскололся. Но вот такой вот зачетный. Хочу повторить. Кто знает, что это за камень, отпишитесь мне в комментариях. Очень буду признательно. Ну а по находкам все вы видели. Покопали весь день. На этом и закончу. Всем пока. Удачи. И Хабара под катушку побольше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...